Значит, вот здесь вот такой вот винторг, это такие вот магазинчики, здесь, я так поняла, фирменные. И здесь продаются вот разные массандровские вина, их причем здесь, ого, ассортимент. Ассортимент такой, что аж прям теряешься. Вина. Мерло. Ламбруска. Так, ну я хочу массандровские, а вот это тоже крымские какие-то вина. А? Сейчас, подожди, Ваня, Фанагорье. А вот массандра сейчас, подожди, дай я посмотрю массандра, что здесь сколько. Массандра, пробок. Массандра это вино, именно вот, которое здесь делают. Вот массандра, инкерман, которая производит вот мускат. Сейчас что-нибудь я хотела, инкерман какой-нибудь взять сегодня. протестировать. Вот это что-то такое, я не знаю, солнечная долина, мускат 2019 года. Белое, сухое, но я больше шарданной люблю. Сейчас где-нибудь что-нибудь. Ну, здесь, правда, реально теряешься, потому что, смотрите, ассортимент, я даже у нас такого в магазинах нигде не видела ассортимент. Какие-то вот здесь розовое, крымское, шампанское, что ли. Скажи мне, что-то хочешь сказать, бочки какие-то даже есть. Упадут все. Да, поэтому ты подальше держись. Вот, инкерман, каберне, инкерман, эритаж какой-то собирали. Да, глаза разбегаются в разные стороны, а внизу, посмотрите, сколько бутылок там. Смотри, бахчисарай, это уже еще серия какая-то есть. Здесь смотрите, какой. Вань, подожди, дай посмотреть. Это кто? Это Витцин, что ли, сидит? Витцин дальше. А, Витцин дальше. Никулина. Никулина точно вижу. Вот он. Красота какая. Магазин такой здоровский. Что, кафе-встреча, давайте посмотрим. Очень хвалили вот этот ресторан. Но как-то на входе что-то как-то нам не очень понравилось. Но давайте посмотрим. В принципе, как бы один стул нам нашли. Говорят, все остальное у них здесь заказано. Может быть, действительно это место так пользуется популярностью. Сейчас узнаем, почему. Давайте посмотрим меню. Так, ну что, салаты здесь. Горячие закуски. Спагетти. Пицца. Может, пиццу будем, Вань, какую-нибудь? Гарниры, соусы, мясные. Но здесь, я смотрю, пиццерия, прям у них выдача здесь. То есть, они прям здесь эту пиццу готовят. И многие покупают на вынос эту пиццу. Соки, десерты. Вот я смотрю, большой ассортимент по десертам. Коктейли. Ну и вина, шампанский, алкоголь, массандра. Но здесь как-то даже не на пляже, ничего. И почему-то очень хвалят кафе. Ну, посмотрим сейчас, может быть, кухня вкусная здесь. Хочу сказать, что, несмотря на внешний вид там и встречу, но принесли пиццу очень быстро. Быстро приготовили. То есть, ну, они здесь, я так поняла, специализируются на пиццах. Потому что там выдача идет. Пицца на тонком тесте. Ну, сейчас Ваня вам ее протестирует, быстренько расскажет. Блин, она горячая. Ну, горячая, а как же ты хотела? А ты давай-ка ее, может быть, будешь ложкой, чтобы не пачкать руки. Заказали свежевыжатый апельсиновый сок. Потом, как всегда, вам по ценам все покажу, когда принесут счет. И здесь есть одна особенность в этом кафе, что здесь не принимают карты. Здесь только наличные. Ну, Ваня, как ты, интересно, ешь. Да? Лед? Ром чувствуется? Лена взяла мохито такой классный здесь. Говорит, вроде вкусный. Да, вкусный здесь? Ну, знаете, королевский. Королевский мохито. А Ваня сейчас вот, после того, как накупался сегодня целый день, тестирует пиццу. И какая-то загадочная пицца никак не может в рот попасть. Вкусненько. Да? Ну, там вот внутри я еще смотрю какие-то аквариумы. Но нас почему-то внутрь не пригласили. Нам сказали, что можно здесь только здесь сесть. В общем, пицца мне очень понравилась, очень вкусная. Ничего не могу сказать. Действительно, наверное, здесь просто очень вкусно готовят. Поэтому здесь такой аншлаг, и людей здесь действительно очень много по сравнению с другими местами. И даже уже людей не пускают. Все заполнено. Ну, вот еще вкусно это. Это соус. Соус чесночный я себе взяла чесночный. Ну, правда, от него горит. В общем, пустилась во все чашки. А Ваня себе вот такую вот красотищу заказал. Это у нас желе какое-то с фруктами. Причем фрукты здесь настоящие такие. Вот я смотрю, и малинка, и клубничка, и все это порезанное. И варенья. А, Паня, тебе вообще-то вилочку специально для этого дали, а ты руками зачем-то кушаешь. Ну, в общем-то, как бы и приносит все быстро. Да, подача, в принципе, быстрая блюд. Вот, так что беру свои слова обратно. И весь зал заполненный. Вот один стол только заказанный, свободен. Остальные, все столы заняты. Здесь полный аншлаг. Как всегда, счет. Но счет нам принесли за двоих. Вот такие вот цены. Можете посмотреть. В общем, у нас вдвоем на Ване с Ваней получилось 1390. Ну, 1400. Это вообще отличный ужин. Наелись? Наелся? Ваня особенно в восторге остался от желе. Практически все съел. Что у него практически никогда не бывает. Потому что он всегда что-то оставляет на тарелке. И здесь умудрился что-то оставить. Здесь же при вот этом кафе есть кафе-гостиница. Встреча. Вот так вот. Видите, видимо, коридорный тип там какой-то. Стоимость проживания включен завтрак. Вот у них есть здесь сайт встреча. Крым.ру. И здесь вот такие вот номера. Даже смотрите, как все прилично. Все очень-очень приличненько. И самое главное, что это все находится прямо от моря. Мы сейчас с вами выйдем, посмотрим. В общем, вышли мы из кафе. И в Божо-Отереть стоит в кафе. То есть это, видимо, здесь настолько популярное место. Потому что вкусно готовят, в принципе, в средний счет небольшой. Быстро обслуживают. Но хотя, вот честно, вот если я как бы положу руку на сердце, но это вот здесь, в Алуште, да? Вот когда мы были... О, одни штаны какие-то стоят здесь. Смотрите. И прыгают еще к тому же. Вот. В общем, когда мы были вот в Портейните, просто медведь горы, там было тоже ничуть не хуже какое. Мне очень-очень понравилось. Сейчас мы пойдем еще немножечко прогуляемся здесь по набережной. Мальчик на аккордеоне играет. Молодец. Какой. Видишь, Вань, своего возраста играет. Какой молодец. Пойдем посмотрим сейчас тебе сумочку. Телефон носить. Здесь где-то такие должны... А вот они, Вань, кстати. Сколько они такие, интересно, стоят? Скажите, а это вот для телефона сумки, да, на шею вешать или нет? Это что такое? А у них длинная веревка или нет? Ну да, вот веревка. Так, вот, ребятки, значит, магнитики какие у нас продаются сейчас в Алуште, в Крыму. Они все по 50, да? И вот такие тоже по 50. Эти по 60, смотри, какие симпатичные. Кто просил меня розыгрыш устроить? А, это Арупко-Воронцовский дворец, да? Севастополь, Ласточкино. А, Алуш что-то есть? Чуть не вижу. Где? Можно уже открыть? Да, открывай, ты хочешь, Вань. Открывай, я знаю, что тебе сейчас на 2 минуты. А, вот она, эта арка, да, вот это вот символ ваш. Ага. Ну, дайте нам, пожалуйста, сейчас вот этих два. В центре сувенирный ряд. Ну, как всегда, продают всякие пляжные принадлежности. Вон, Полине, Алисе эти все, полотенца, полотенца с различной символикой. Футболки вот такие вот светящиеся, как мы купили Ивану с Ромой. Ну, красивые есть футболочки. Ну, такие летние, чисто летний вариант. И разные магнитики. Вот магнитики я два взяла, может быть, их разыграю, не знаю, там, если желание будет. И вот такие вот тоже красивые магниты. По 200 рублей. Ну, сейчас магниты-то, мне кажется, никому не нужны. Но, тем не менее. Ну, мы сюда зашли, Ваня сумочку взяли для телефона, потому что у него постоянно тоже, чтобы она при нем была, киска побежала. Ну, в общем, мимо игрушек нам проходить нельзя. Вон, видите, сумка у Вани. Доволен ты, Вань? Сумка такая, 350 рублей здесь стоит. Но зато телефон вмещается. Мне настолько понравилось вот в этом отеле, в котором мы были, что мы решили зайти еще в море, полюбопытствовать, сколько здесь чего стоит, сколько здесь стоит день. Вообще, есть ли тут какой-то гостевой вход, работает он или нет, есть ли у них здесь. Но я думаю, что если это считается один из, Вань, один из самых крутых, значит, по идее, как бы здесь тоже должен быть бассейн. Ну, он, по-моему, слушайте, вам не кажется, что он на каком-то ремонте? Или это может... Может, это там? Тут, смотрите, какая площадка детская, слушайте, ребят. Ну, это принадлежит морю. Ну, морю. Но она огромная, детская площадка. Справа, посмотрите. Здесь ступени, это неотъемлемая часть. А лучше-то. И вообще Крыма. Ступени, ступени, ступени. Смотрите здесь. Давайте. Какая же здесь детская площадка. Потрясающе. А здесь, видимо, вот в зеркале камера, наверное, судя по всему. Не, ну вы можете зайти. Ничего страшного нет. Вон там зеркало. Ну, или это просто, не знаю. Ну, в общем, площадка отличная. Как раз для наших детей, для их возраста. И покататься, и поиграться, и полазить. А ты иди спустись с этого. И смотрите, какая здесь аллея. Вся утопает в растениях. Очень красиво. Но нам сейчас нужно порывок до ресепсона сделать. А он где-то наверху. А, ибо... Слушайте, ну бассейн у них есть. Центральный бассейн написан. Вилы. Так что бассейн пойдем. Круто, Рома, а по этому... Может, вы вместе поместитесь? Давай, Ваня, я тебе вот эту сниму. А ты залетай. Я сейчас остановлюсь. Давай. Во. О, что, теперь раскачивать еще? Да, так же. А, ну чё ж все цари, не говори. А мы прислужники тут такие. Да, конечно, конечно. Обалдеть. Так, ну и здесь вот это вот, наверное, спуск к морю тоже, что ли, у них. Смотрите, здесь какой такой спуск. Наверное, напрямую к морю как-нибудь. Может, через мостик, может, как. Ну, в общем... Ну, в общем, вот здесь, видите, все-все-все утопает зелень. Я просто маме присматриваю. Вот мама тоже хочет очень поехать в Крым. И я смотрю ей, думаю, куда вот ей было бы получше. Но здесь что? Минус, что ступени. Не знаю, какие-то лифты есть или нет. Все-таки по жилому человеку-то по ступеням, по таким... Мы-то поднимаемся все это. Еле-еле не можем с высунутыми языками. По жилому человеку еще сложнее. И здесь, вон, смотрю, лось такой. Смотрите на территории. Ой, кисть там идет. Скорее всего, все-таки ремонт идет. Лось, смотрите. Вон там лось стоит. Деревянная такая скульптурка. И там тоже. Ну, в общем, это такой, видимо, у них парк, по которым можно бродить, ходить. И здесь какие-то строительные леса стоят. Наверное, не работают. Так, здесь прям, смотрите, дендрариум. Такие самые разнообразные. Но здесь прям тень-тень. Знаете, здесь, когда вот жарко будет, здесь все-все-все в тени. Давайте сейчас вон у молодого человека спросим. Может, зря идем? Может, на ремонте все? Олень, ага. Молодой человек не знал. Фонтанщик здесь такой на территории. Зато мы видим лося. Слушай, ну, для пенсионеров, может, у них машинки какие курсируют? К любому. Но на море... Ну, на море не находишься. Ну, лось-то красивый. И растения красивые. Это просто аппетит. Красиво. Ну, я знаю, у меня сестра в Болгарии в пятерке отдыхала. И там точно такие же ступеньки наверх шли. Они заманались ходить. На море один раз выйдешь, потом еле дойдешь. Это нереально. Это только если вот вас возят. Тогда да. В общем, сейчас встретили ребят. До конца до самого не поднялись. Что этот с 1 июля будет работать. Но мы-то хотели узнать расценки. Говорят, идите в другой корпус. С самой низ спуститесь. Потом опять пройдите вперед. Потом опять наверх поднимитесь. И там будет... В общем, Сигарден работает сейчас. В данный момент. А вот этот не работает. Ну, пойдемте. Ну, какую площадку мы идем? Сигарден. За сигаретами. Куда? Сигарден. Это морской сад, я так понимаю. Стоит хозяйка идет. Угу. Хозяйка. Медные горы, где никого нет. Они что-то с 1 июля не работают? Нет, июня. Так а до июля осталось несколько дней. Да, да, да. Неужели они откроются? А, что? Сроки горят. Слушайте, а может мы здесь пройдем? Пойдемте здесь, потому что иначе нам вниз спускаться. Ванечка, не надо, потому что ты же не знаешь, вдруг она болеет чем-нибудь. Не надо гладить. Слушайте, здесь по всей территории какие-то деревянные фигурки стоят. Здесь вот такая вот фигурка комара, по-моему. А, по-моему, комар. Похож на комара, худой такой. По-моему, у них чел. О, с нами хозяйка идет провожать нас. Здесь вилы. Это арка согласия называется. Вот это вот. Арка согласия, да. Там наверху, наверное, может еще какая вилла? Ну, все открытое и очень много рабочих здесь. Но, тем не менее, деревья все ухоженные. Все прям аккуратно-аккуратно подстрижено в виде... Ну, и хорошо. Пусть на лавочке все. Ну, здесь все круто. Но только, знаете, спортсменом надо быть, чтобы здесь жить. Потому что постоянные подъемы. А это вот целые вилы, наверное, да, сдаются? Набережная. Набережная. Пляж. Кафе. Это вилла. Пляж, паркинг. Размещение дальше. Где? Вилла номер 3. Общий, общественный цель. Ну, это размещение вилла. А, ну, может, у них как по виллам. Но здесь-то тоже все закрыто. Он же сказал нам в гарден. Вон ресепшн написано. Так, ну, бассейн... Да, бассейн мы обнаружили. Шли-шли. Но это не главный, походу, бассейн. Тут есть где-то еще главный бассейн. Но там, смотрите, весь в зелени бассейн отопает. Но вот чего-чего, ресепшн мы еще пока что не нашли. Вот, оказывается, что у меня в ботинке было. Иголочка была. Ну что, где ресепшн? Куда еще идти? Куда спускаться? Как спускаться? Где? Здесь, смотрите, вот это на горах, на долах, виллы, виллы. Ну, вот здесь куда-то спуск есть. Пойдемте посмотрим, куда. Охраны? Охраны нет. Никого нет. Никто нас не остановил. Мы хотели спросить бы так. А то спросить не у кого. Это какие-то рабочие нам. Один раз попались, второй раз попались. Это, наверное, вот вечером здесь какая-то, может быть, анимация проходит. Скорее всего. Но вид отсюда потрясающий. Слушайте, чего мы только тут с ней посмотрели. Вон он, небольшой бассейн с деревянными лежаками. Ну, конечно, если ты приезжаешь на море, хочется купаться не в бассейне, а в море. Самое главное, меня интересует выход к морю. Самый простой. Может быть, как-то у них лифты какие-то есть здесь или еще что-то. На горы тоже сейчас, смотрите, какое время заката. Закат, 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 закат. Ну, вот все-таки по поводу кафе, вот эта встреча хочу сказать, что вроде бы, знаете, накормили-то вкусно и быстро, но как-то ощущение такое переполненности, переполненности у этого заведения. Очень много людей. Ну, это, наверное, показывает, рассказывает о качестве, что хорошая, наверное, там еда, быстро все, оперативно. Но мне вот почему-то больше нравится, вот как мы сегодня обедали с видом на море. Вот такие какие-то места, как вчера вот в Портените тоже с видом на море. А вот такие вот места, как бы там, вида никакого, людей очень много, все сидят один рядом с другим, как бы дистанции тоже особо никакой. В общем, не поняла, в чем прелесть. Вкусно, да, но, может быть, за счет того, что как-то цены не самые высокие или еще что-то, не знаю. А может быть, потому что какое-то раскрученное место по этому полюсу популярности. А мы сейчас идем, смотрите, какие-то трубы, расписанные стены. И идем-бредем, сами не знаем куда. Нам нравится ходить. Позвало, что мы обошли это здание с обратной стороны. И можно было как-то, он говорит, спуститься вниз на лифте. Потому что я говорю, как же ходить по жилым людям? Это же не может быть, что если дорогой отель и не продуман выход к морю. Так что какой-то лифт здесь есть. Ну, вот, смотрите, вот такой вот отель. Это считается один из лучших отелей у них. Называется он море. Сейчас попробуем дойти до ресепсона, узнать, сколько стоят номера. И вот с таким вот видом все это на море. Ну, что-то какая-то такая, честно, металлическая конструкция. Ну, слушайте, море хоть немножко успокоилось сегодня. А здесь похоже, что шведский стол. Слышите, шведский стол там. То есть здесь, значит, он работает по принципу шведского стола. В общем, смотрите, он с медицинским лечением. Вот такие вот телефоны. Вы можете посмотреть все это на сайте. Все эти расценки есть. Но я что хочу сказать вот по своему мнению, что, допустим, для пенсионеров вот с первого числа сколько стоят стандарты и все остальное. Вот эта вот схема отеля. Мы сейчас с вами вот в этом корпусе находимся. Корпусов здесь много, вот куда мы вверх поднимались. Но очень сложно будет подниматься вниз-вверх, вниз-вверх. Для любого человека будет тяжело. Скажи. Я вышел из моря и пошел купаться в море. И пошел купаться в море. И самое главное, ну, сейчас они, понятно, москвичей не принимают. А с первого июля, так как это медицинское учреждение, то справка, что у вас ковида нет, все равно здесь обязательно. Значит, есть разное меню. Есть завтраки. Ну, есть полупансион, полный пансион. Значит, соответственно, цена от этого варьируется. Шведский стол здесь. То есть вы можете там сами что-то выбирать. Ну, как бы вот расположение этого отеля мне очень нравится. Мне нравится, что у него такая вот очень деленная территория. Но он огромный. И мне кажется, предпочтительен для молодежи, либо для таких бодрых пенсионеров, которых не пугают ступеньки. Хотя сказали, что курсирует у них по территории машинка, что на машинке можно куда-то доехать. Так что как-то так. Ну, а на этом сегодняшняя наша прогулка заканчивается. Мы сейчас вызываем такси, едем обратно к нам. А всем огромное спасибо за то, что вы были с нами, за то, что вы смотрите наше видео. Как всегда, всем добра, удачи, позитива. И обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok